приветствую всех любителей вязания в этом уроке я вас познакомлю еще с одним способом набора петель который называется крестообразный или иначе его называют еще болгарский зачин выглядит он вот так вот красиво и необычно хорошо сочетается с лицевой гладью и отлично подходит при вязании из толстых из толстой пряжи из толстых ниточек выполняется он примерно так же как и простой классический способ набора петель но в этом наборе маленечко меняется положение нити и давайте посмотрим как он выполняется располагаем ниточку таким образом рабочая нить от клубка находится на указательном пальце а свободный конец нити на большом пальце зажимаем в ладони вот эти вот ниточки дальше заводим спицу под нить снизу вверх и так перекручиваем то у нас будет как бы начальная петля кромочная следующую петлю мы набираем обычным способом обычным классическим способом заводим спицу под нить на большом пальце снизу вверх захватываем ниточку с указательного пальца протягиваем петлю сбрасываем нить с большого пальца и затягиваем следующую петлю мы меняем положение нити на большом пальце первую мы набирали с наружной стороны а следующий мы будем набирать с внутренней стороны то есть нить по поменяли также заводим спицу под нить уже с внутренней стороны на большом пальце захватываем ниточку с указательного пальца протягиваем петельку сбрасываем нить с большого пальца и маленечко подтягиваем следую следующую опять набираем с наружной стороны и с внутренней стороны и вот таким вот образом чередуем одну с наружной стороны а второй с внутренней стороны то есть меняем нить на большом пальце с наружной стороны и с внутренней стороны возможно кто-то из вас уже пользуется таким способом набора петель но для тех кто первый раз маленечко первое время будете путаться но потом потренируетесь маленечко и привыкнете то есть меняем положение на большом пальце с наружной и внутренней стороны когда мы набираем петельки таким способом то у нас вар они формируются по 2 вот получается такая перетяжка и они как бы собраны парами и получается такой вот ровный красивый край когда набрали достаточное количество петель поворачиваем спицы и первый ряд провязываем изнаночными петлями кромочную снимаем и первый ряд вяжем изнаночными петлями так провязали и дальше продолжаем вязать уже лицевой гладью первую кромочную снимаем и провязываем все петельки лицевыми то есть это у нас будет лицевая сторона и получается вот такой вот красивый необычный край изделия очень красиво смотрится используйте его в своем вязании а также я хочу узнать от вас сколько способов набора петель вы используете своем вязании для этого перейдите по ссылочке которая появилась на экране в правом верхнем углу и ответьте на вопрос сколько способов набора петель вы используете в своем вязании а сегодня с вами прощаюсь всем пока и до встречи в новых видео